всех приветствую это компания аэролодки аллигатор город красноярск меня зовут александр и сегодня к нам в гости приехал наш дорогой уважаемый заказчик афанасий алексеевич здравствуйте из якутии до афанасий алексеевич уже берет у нас четвертую и пятую аэролодку и нам очень интересно афанасий расскажите пожалуйста для каких задач вы себе приобретаете аэролодки аллигатор так ну данная русском и впервые впервые попробовали двадцать первом году опробовал взяла одну аэролок для охоты на гуся этому среди колумбас в якутию везде попробовали и нам очень понравилось экономичная мощная грузоподъемность хорошая во всем по всем параметрам нас устраивает то что хотели получили получил потом я начал заниматься горной охотой и рыбалка и я тоже предусмотрел заказал вторую поедал по горным речкам вверх вниз и не в идеале все понравилось вес все все грузоподъемность мощность все устраивает помощь и вот каждый год получать заказываю 21 22 23 4 каждый год техника очень для нашего бизнеса подходит кроме вертолета доехать только можно аэролодки а какие у вас там расстояние ландшафт и у нас как бы очень сложная река тары и получается горная речка очень как бы сказать бурная речка и получается там очень мощный мотор ну вот веселит 200 лошадок хватает то есть вас там и пороге и от мелководия 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 местами когда вода падает если мелководия а почему водометы не используется допустим водометы не проедет там потому что местами пересыхает речка а то есть вы иногда прям по камням проезжаете ну не по камням но бывает что даже побрыгал камни проехал не может и поэтому тишуя у нас служит год-два и все а так вот в целом вот вас уже там сейчас на базе там три лодки находится да на базе у нас 1 вот выходит одна лодка у нас получается на севере для других задач то есть вас получается туристический бизнес развивается заниматься горной охотой организации охоты на снежного барана и у нас получается группы небольшие по три по четыре человек я вот взял вот две лодки именно для перевозок для для наших клиентов получается по три по четыре человека максимум четыре человека беру этого с водителем 3-4 пассажира и как раз перегрузки не было спокойно налегко уехать у нас одна работа она как бы лет как грузовая она там все для комфорта надо там как бы без сидений так далее там все положил вещи все груз на двух-трех лодках сразу будем ехать такая серьезная экспедиция там у вас круто круто а вот был ли у вас опыт управления какими-то другими аэро лодками или вот при покупке вообще с чем сравнивали покупки у меня сравнивать не было но я потом попробовал некоторые аэро лодки типа пиранье попробовал ну мне не понравилось север для нас тяжеловат он тоже не пойдет по цене тоже не устраивает убирание вот эти сети ангара пробовал не то а вот по душе меня облигатор все устраивает комфорт идеал вообще как вообще вас можно найти как нашим заказчикам нашим зрителям можно к вам приехать на горную охоту мы находимся в якутске то есть это на самолете летишь до якутска мы приехали вот сегодня на машину на джипах это получается 5 дней ехали четыре тысячи шестьсот километров обалдеть это серьезный путешествие а на самолете в принципе с москвы 600 а от якутска далеко там до вашего для кутска у нас 670 километров 1 база идет туда вверх надо подниматься 1 километра 70 то есть от якутска на машине до базе нет от якутска до базы на машине 670 километров и оттуда уже по гордым речкам вверх 70 вниз 100 так далее везде горные речки организуем будем организовывать еще рыбалку охота это в какие сезоны вообще идет у нас получается с августа рыбалка у нас получается июль июль август лето как раз потому что в сентябре уже холода выпадает снег а зимой получается особо не используя зимой нет но там у вас морозы лютые морозы лютые срок у нас до 30 ноября на снежную оборону мы зимой не охотимся какие-то напустные слова вот очень много людей хотят себе купить аэрлодку много сейчас производителей вот все всякие сомнения вот какие-то напустные слова вот тем кто еще на стадии выбора находится именно для чего надо делать для груза это отдельная вещь для перевозки туристов отдельно для рыбалки отдельно для охоты отдельно и смотреть на мощность вес и так далее потому что если большую лодку взять для ремонта она тоже тяжело обходится по мелким речкам должен как бы ну чешуя быстро изнашивается да и мало ли переворачивать лодку невозможно одному или двоим а если небольшая то как бы как раз то есть вы там их на базе обслуживать слили масло перевернули быстренько переменяли и поехали дальше от себя от лица компания хочу выразить вам огромную благодарность за то что выбираете наши аэролодки аллигатор мы очень рады что люди получают такие крутые эмоции у вас таких отдаленных регионах и это но является целью нашей компании превращать ничты в реальность потому что на простом транспорте туда не добраться надо и после вертолет и вот много еще не величие опыт есть уже уже до наученные всяко раз не попробовали не вот именно открытого нам открытая роботами а ну то есть вы ее не полностью кабина а вот попал вот полу тент а до дождь закрываемся да ну то есть вы пользуетесь именно тем что она быстро съемка быстро все равно вот это очень удобно круто она же все это безопаснее стоит но на горных речках нужно открывать да мало ничего да 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 ворота или все интересно вот это хорошо что вы сказали бы что мы обычно все люди они используют аэролодки на ну там чуть на водохранилищах они один раз в год одели тент и всегда с ним ездят потом один раз в год сняли ну грубо говоря лето зима постоянно это постоянно спасибо вам большое за такой развернутый отзыв спасибо санна до техника развивайтесь спасибо спасибо стараемся вот вам тоже развитие вашем бизнесе побольше довольных клиентов и новые горизонты осваивать у вас есть а мы у у у у у Продолжение следует...